здравствуйте уважаемые читатели моего блога сегодня я вам хочу рассказать о воскулитах ангиитах кожи что это такое это сосудистые поражения кожи которые относят к часто встречаем и зачастую довольно тяжелым заболеванием кожи представляющим большую проблему для практической дерматологии основную роль в этой обширной группе заболеваний играют воспалительные поражения сосудов кожи и подкожной клетчатки так называемые воскулиты или ангииты кожи ангиитами воскулитами кожи называют заболевания в клинической и патоморфологической симптоматики которых первоначальным и ведущим звеном является не специфическое воспаление стенок кожных и подкожных кровеносных сосудов разного калибра настоящее время встречается до 50 различных заболеваний относящихся группе ангиитов воскулитов кожи эти заболевания достаточно актуальны так как практически у каждого третьего взрослого человека может быть и чаще можно встретить хотя бы минимальные проявления этих заболеваний вот как вы видите представлены на этих фотографиях вот на этой фотографии вы видите такие единичные коричневатые пятнышки это можно так сказать легкая форма ангиита кожи вот на следующей фотографии вы видите чуть потяжелее клиническая картина более выражена причем хотя я сказал у пожилых людей с возрастом могут быть такие высыпания и у молодых людей вот на следующей фотографии уже более тяжелая форма ангиита кожи а если быть точнее это называется хроническая пигментная пурпура воскулиты или ангииты кожи могут сочетаться с поражением сосудов и других органов человека тогда это уже считается системным заболеванием и такие пациенты проходят лечение и наблюдаются не у дерматологов а у специалистов других профилей кардиологов ревматологов и других например ангииты при ревматологических заболеваниях естественно такие пациенты наблюдаются у ревматолога я же в своих статьях расскажу вам о кожных ангиитах воскулитах что касается название этой группы заболеваний видите чаще можно встретить и воскулит и ангиит в принципе это все но не мы и все это подразумевает одни и те же заболевания если же остановиться на термине кратко почему все-таки два термина то вся система кровеносных сосудов человека включая сердце выслана простым рядом клеток эндотелиальными клетками основная часть сосудов человека образуется еще в зародыше из кровяных островков печени костного мозга вот это образование называется баскула ген с отсюда и название воскулит впоследствии новые кровеносные сосуды человека образуется из ранее существующих это называется ангиогенез отсюда и термин ангииты однако у взрослых людей справедливости ради надо отметить новые сосуды могут образовываться не только в результате ангиогенеза но хотя и в меньшей степени и из клеток костного мозга например мезоангиобластов то есть в результате васкулогенеза вот такая существует игра терминов почему существует два но суть от этого не меняется кстати я привык называть эти заболевания ангиитами если же говорить об ангиитах воскулитах кожи а я вам рассказываю именно о них то причиной это важно как и многих к сожалению других кожных болезней является некая предрасположенность человека к аутоиммунным процессом далее если кратко в результате воздействия каких-либо провоцирующих факторов иногда их невозможно установить начинает образовываться иммунные комплексы которые стреляют сосудистую стенку приводя к ее повреждению ну во многих руководствах вот эта причина этиология пишется так этиология заболевания неизвестно что касается течение этих заболевания патогенеза то он достаточно сложен и я не буду рассказывать вам о там тучных клетках 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 лангерганца т-лимфоцитовых молекулах адгезии различных белках что касается вот провоцирующих факторов то чаще других является инфекция вот при почему при любом ангиите необходимо обследование пациента для из исключения у него очагов хронической фокальной инфекции со стороны лор органов легких желудочно-кишечного тракта но как показывает практика можно сказать в половине случаев провоцирующий фактор или очаг хронической инфекции выявить не удается то есть к сожалению можно констатировать что заболевание вот развилась и развилась в чем причина да может быть неграмота но на практике а бог его знает что касается диагноза того или иного ангиита в эскик воскулит и иногда это не столь важно и могут быть вот разные врачи могут один и тот же процесс назвать там разным диагнозом зачем я вам это говорю потому что пациенты иногда вот хотят найти вот врач выставил диагноз все же любят открыть интернет и посмотреть почитать дополнительно что и такой и не знают куда это отнести или вот этот диагноз смотрят описание вроде не подходит под это заболевание почему да потому что как я уже сказал что диагнозы одного и того же процесса различные врачи могут выставить по-разному но и есть разобраться что то это не столь важно какой пациенту будет выставлен диагноз я имею виду с точки зрения лечения конечно хорошо когда диагноз с точки зрения академичности выставлен грамотно но повторяю это не столь важно я понимаю что после этой фразы если кто-то из маститых дерматологов ревматологов посмотрит вот мой ролик почитает статью может ну скажем так возмутиться моей фразой но я веду свой рассказ не для своих коллег а виду все-таки для широкого круга читателей так вот еще раз повторю что диагноз не особо важен лишь бы была правильная адекватная тактика лечения вот следующей статье когда бы я буду вам рассказывать о лечении о подходах к лечению вы поймете почему это не столь важно и еще один момент почему могут быть разные названия одного и того же ангиита так практическая медицина регламентируется множеством документов в том числе медико-экономическими стандартами мессами не будем рассуждать хорошо это плохо это факт поэтому к примеру есть такое заболевание вот как представлена на этих фотографиях которая называется некротический язвенный тип полиморфно-дермального ангиита или хронический узловатый язвенный ангиит вы видите когда у человека образуются чаще на голених видите достаточно большие серьезные язвенные дефекты допустим человеку сделали доплерографию проходимость глубоких сосудов нормально куда такому пациенту идти лечиться хирурги не возьмут а что не будут делать здесь операцию делать не надо сосуды нормально проходим и глубокие скажут конечно к дерматологу а с каким диагнозом дерматолог будет принимать такого пациента международной классификации болезни такого диагноза нет поэтому не может дерматолог выставить пациенту этот диагноз а что он может вызвать выставить а например выставить трофическая язва код каждой болезни обязательно присваивается код в истории болезни l.97 и вот уже с этим заболеванием по этому коду он может пациента лечить по обязательному медицинскому страхованию может его госпитализировать в дерматологический стационар а сами понимаете с такими клиническими процентами высыпаниями с такой язвы конечно человек лучше стационарчики полечить дома на консультацию каждый день врачу не находишься и у пациента что в карте будет стоять диагноз трофическая язва и вот конечно вам может какой-нибудь как я повторяю маститый дерматолог сказать нет неправильный диагноз какая трофическая язва это ангиид да суть от этого не меняется в лечении сам ваше влечение было грамот или еще пример например есть такой диагноз пурпура код d69.0 или а еще называется пурпура шинлэн геноха геморрагическая в принципе вот вы видите на этой фотографии это заболевание это кожное заболевание и рассматривается опять если брать академичность как геморрагический тип полиморфно-дермального ангиида да вы видите поверхность ангиид кожи который можно часто встретить у людей опять-таки с возрастом чаще встречается на голени в той или иной степени выраженности но видите я вам назвал в коде заболевания букву d так вот этот код не относится к дерматологам а следовательно не входит в обязательное медицинское страхование по дерматологии поэтому дерматолог не может принимать пациента с таким диагнозом не может его госпитализировать с таким диагнозом в стационар по обязательному медицинскому страхованию потому что страховая компания которая занимается обязательным медицинским страхованием не разрешит дерматологу госпитализировать пациента с диагнозом d дерматологический стационар еще раз пытаясь почему так это вопрос не ко мне организатором а организатором здравоохранения нашего государства так вот а куда податься такому пациенту а куда еще если не к дерматологу это чисто кожное заболевание тогда дерматолог должен ему выставить свой дерматологический диагноз например дерматит аллергический без уточнения причины l23.9 код это уже дерматологический диагноз и пациента с таким диагнозом врач имеет право лечить дерматолог по омс или как граждане любят бесплатно государство типа платит хотя ничего она не платит и госпитализировать в стационар тоже по обязательному медицинскому страхованию это уже например касается вот на следующей фотографии вы видите хроническую пигментную пурпуру то же самое не может вы дерматолог выставить такой диагноз а можно выставить вот аллергический дерматик и хочу еще акцитировать внимание на этой фотографии опять-таки вы видите что достаточно распространенное вы можете наблюдать особенно летом вот у людей когда открыты участки голени такие высыпания это почему я говорю что заболевания достаточно актуальны в следующих своих статьях я расскажу вам о классификации немножечко диагностики необходимых обследованиях и главное конечно принципах лечения ангиитов васкулитов кожи жду ваших комментариев и вопросов подписывайтесь на мою страничку и напоминаю вам что вы также можете задать мне личный вопрос на почту моего блога в разделе индивидуальные консультации спасибо за внимание